здравствуйте дорогие друзья мы находимся на канале хаджиме хаджиме здесь с вами бессменные ведущие саркиска чинян и виталий стародубцев добрый день уважаемые зрители и слушатели сегодня у нас действительно интересный будет гость вот я не побоюсь его назвать старожилой нашей национальной сборной так как этот человек на протяжении наверное 15 лет представлял национальную сборную нашу на международных стартах также он является представителем рязанской школы джудо заслуженный мастер спорта россии михаил пуляев михаил добрый день здрасте михаил ну и традиционный у нас вопрос всем такая небольшая автобиография расскажи пожалуйста о себе родился в городе рязани мы знаем да там же иначе начал свой путь джудо расскажи о своем тренере зале о том в какой-то семье рос что у тебя вообще нас вот этот спортивный путь был ли он тернистый или тебе все очень легко давалось в этой жизни джудо начал заниматься в 10 лет вот привела тете меня вырос много в обычной семье отец на заводе работал инженером мама экономистом было раньше работа сейчас на пенсии вот как и все сначала просто провели для чтобы отдать куда-то энергию занятие потом понравилось начал заниматься более серьезно то есть это не было целенаправленно да не отходил еще до этого там на плавание на всякие разные виды спорта ну как джудо понравилось там остался хорошая школа у вас была на тот момент да у нас очень сильная школа была вот и у нас был призер олимпиады дмитрий николаев сергеев шестаков тоже как бы ну достаточно много и плюс у нас был такой ты заканчивай школу поступаешь в институт мвд вот и как будто я была возможность тренироваться дальше скажи пожалуйста а у тебя когда пошли первые такие достаточно весомые результаты наверное даже по юноше вот в 10 лет ты начал тренироваться когда у тебя пошли вот эти результаты там у нас получается цфо после цфо чемпионата первенство россии по юношам уже через сколько лет ты вообще начал показывать результаты ну по юношу наверно 2 1 год я не помню как отборолся на цифра второй год помня выиграл цифра поехал на россию там во втором 2 сладкий проиграл вот на следующий год я третье место за они 3 за 3 проиграл на первенство россии по юношу что мы слишком этот быстро вперед ушли в расскажи о своем первом тренере кому тебя привели как у меня первый как бы и ну так и до конца у меня единственный тренер был но у меня был на двойной зачет еще с носа областью первый тренер попов андрей николаевич немножко расскажением о его характере о ваших отношениях добрый и спокойный стал как второй отец общаемся с ним все хорошо а еще ну так как задавая вопрос людям которые находились там с тобой в сборной тренировались в принципе мы будем да там немножко варьировать эти моменты разбавляет сейчас нашим разговоре все вот ну рома бекулова наверное помню до ехал с ним разговаривал по телефону и ронга характеризует человек как он боролся что он год я с ним встречался пять раз и все пять раз проиграл и все не только он да любой человек который там знает тебя кто смотрел за следил за твоей борьбой говорили что ты был очень сильный физически и вот эта спина в левую сторону который ты делал с классическим захватом но был такой достаточно как сказать такой прием от которого все падали и вот связи с этим у меня возникает вопрос скажи пожалуйста но я так понимаю это как раз грамотные общефизическую подготовку ну и базу вот эту поставил твой первый тренер ну да и как бы первый потом уже сборную когда попал там уже чуть-чуть доработки и были там я так понимаю сборные наверное доработки были при этом потому что насколько я понимаю что ну когда дуэсу гамбо было говорили то что но такого акцента и системы с специальной физической подготовки общей физической подготовки да раньше не было да но я как бы по мужской сборной особо при другом тренере не был но я знаю как какая там была подготовка там больше там на митохондрии там работа была ну такая дерганая чтобы может обрезать нормально ну а потом тут как пошло так план о фп под конкретно все там конкретно под когда мало соревнований ну перед когда нет соревнований было фп тяжелое когда непосредственно ранее там более специальная работа чтобы там это при уже этом домашний вот базу тебе сто процентов ставили дома как у вас вообще проходили у тебя же и хорошая работа на захвата в борьбе было соответственно я так понимаю это должна была быть проделана определенная работа ну мы хотим у тебя вот эти секреты узнать для того чтобы многие наши там зрители где-то могли сюда есть и молодые смотрят тренеры и всем интересно услышать от разных спортсменов тренеров как они вообще работали вот ну вот это знаешь рутина как она у тебя проходила из какого момента вот юношкой но через три года ты хороший результат дал уже был зерно шах я в сборной не был поскольку пятом того был юниорах я был сбор но как бы ездишь на сборы хочется показать какого-то результата от всех тренеров немного набираешь самого лучшего и что-то остается что-то не остается так и хорошо этот прием спина тебя с разных вариантов да ты его делал вот почему ты откуда ты вообще этот так скажем с рисовал почему тебе понравился этот прием на работа я знаю что ты делаешь через спину а как бы классическую же тяжело делать тут такой делал немного вариант локоть уходит наверх и так легче вытащить партнера ты являешься у нас трехкратным финалистом чемпионата мира правильно нам все три раза ты становился вторым серебряным призером чего тебе не хватало на твой взгляд вот как как ты думаешь что ты не хватило я знаю что тебя было два раза противостояния дважды обеда дважды ты с ним встречался один раз в финале как раз таки чемпионата мира в 2017 году по моему если я не ошибаюсь было бы он сделал спинку дать им это финал до рукам рата мне всегда хотелось вопрос задать немножко он по моему как это головой получилось что ты воткнулся сколько раз время просматривал этот момент как-то ты вот когда он тебе заходил на этот смен можно дать не обратил на это внимание нет нет почему-то хотелось этот вопрос задать так вот миш что тебе не хват не хватило вот чтобы заводить серебро это конечно и ну большой виду японцы как бы ну по технике это нас немного превосходят вот а когда он японец ее физики не хуже тебя может быть даже и лучше да очень тяжело с ним бороться это праве сейчас говорили на он физически очень сильно два раза ты встречался не один раз ты встречался с ним финале остальные разы с кем ты боролся один первый в челябинске я боролся с ебиномой какой год 14 тоже японец получается до до этого я у него один раз выиграл один раз проигрывал и к тут вот думал получилось что проиграл я с ним на сборах до этого боролся в испании как много с ним очень боролся он подозвучил да да изучил меня что где этом герой он меня как-то отключил и третья встреча с кем в 2015 с корейцем вот с ним как бы реально все было можно выиграть тогда можно было по шеду выиграть вот и даже там замен где-то до за минуту до окончания я как бы вел там шеду потом чуть энергия закончилась за подворачивал но это тебя никак не огорчила я имею ввиду вот твои то все эти финальные встречи чемпионата мира ну как бы все равно ты себе царил цели до попасть на олимпиад на олимпийском конечно проявить себя на олимпиаде ты сколько циклов бороться один русских это как как какие олимпийские игры 2016 году в рио там что-то пошло не так можешь рассказать немножко перенечил или как там не был так подготовлен так скажем к этим играм олимпийским ну как бы так все вроде шло нормально а потом вот это там история история с милдрана там было дисквалифицировали прям перед самыми а кого дисквалифицировали ну там меня и там еще просто эту историю не знал расскажи поподробнее про этот момент ну как бы мы готовились готовились все и потом где-то но сдали там допинг тестом это в начале года и потом как приходит начале там в марте феврале и приходит результат все у всех есть у меня там был 20 нанограмм этих как как очень маленькое количество вот то есть потом когда нас обману сказали что это нормально там они что-то ошиблись что до 1000 грамм можно и специально я думаю что делали чтобы морально морально до сюда да вот но потом восстановили ну как бы олимпиады совсем другие соревнования такие более психологически надо быть готовым до устойчивым я думаю что бы из-за этого немного у меня не получилось ты в свой категории 66 килограмм боролся как часто и сколько тебе приходилось вес гонять сколько твой вес вообще такой был к ну я как был 70 так сейчас осталось 70 килограмм 4 килограмм у тебя запаса всегда было как они тебе легко давались лица год ну легко я чуть придерживал у меня уходила у тебя диета была определенная немножко наш нет просто сильно интересно не разъедался всегда держал как бы ну сказать что тебя метаболизм до такой хороший и на тебя скажи пожалуйста в 66 килограмм основные твои конкуренты были я так понимаю мусама гушков и камал хан магомедов вот с кем тебе было неудобно ну более неудобно неудобнее бороться и более такой конкурент у тебя был в самой сборной и какие у вас вообще были отношения находясь сборной ну муса он как бы до 2012 году он боролся 66 а потом он перешел в 73 килограмма успели вы за 2000 бороться да ну мы с ним как бы он тогда был явнее сильнее меня вот и до 12 года ну как он поехал на олимпиаду там потом сильнее тебя в каком смысле физически не ну по рейтингу был по всему этим у него был результат лучший как бы я то есть он опыт не может сказать даже так было не то что там прям сильнее да ну да может там на соревнованиях мы боролись там давно там ну короче на этот момент он был был сильнее подготовлены и поехал на олимпиаду а потом он перешел 73 килограмма и вот у нас до 2016 года вся вот с камалом хаммагомедовым было ну конкуренция интересный момент я так понял то что вы на чемпионате россии с ним поборолись финале да потом получается ты ему проигрывал да и после этого на чемпионате мира на том же да где ты проиграл а бы он вот это легендарное видео где там владимир владимирович тоже радуется да он выиграл вабы а уже и бинома соответственно знаешь момент интересно как он подобрал ключ например к нему а ты не смог в чем тоже получается у камала или он тебе был неудобен в том числе и в борьбе к камал что у вас вот происходило именно на ковре когда вы боролись что же какой-то может как это называется коса на камень находил или как это был ну не знают как бы там все соперники примерно вот которые там на пьедестале чемпионат мира чемпионат европы все примерно достойные одного уровня кто-то хоть кто-то готов был лучше кто-то хуже ну как вот тут вопрос наверное спортивные фортуны даже да да может быть психически а вот кстати три чемпионата мира и три финала у тебя да там один-два раза ты там финал проиграл но с учетом того что ты третий раз вышел данные как бы но не получилось ладно но вот у тебя нужно узнать секрет вот это моральные силы воли вот это моральные крепости как ты настраивался на то чтобы вот три раза пробить чемпионат мира вот до финала это тоже ну так не знаю сильная центральная нервная система должна быть до чтобы ты вот это переборола и возможно ли там момент какой-то там на олимпиаде просто ты как у тебя психологически ты как но не получилось это перебороть или все-таки другие какие-то причины были ну до олимпиады у нас был отбор с камалом и как бы мы постоянно шли ровно и надо было как бы постоянно высокий результат показывать когда я конкуренция есть то и высокий результат получается на последний счет мир которым я займу второе место я получаюсь проиграл на олимпиаде мне хотелось тоже доказать что я немного так это ошибка было что проиграл вот то есть сам себя мотивировал дома да даже находил в этом в начале нашего подкаста сказал что ты являешься старожилой нашей сборной на самом деле ты за 2006 года по 2021 год ну что и дает пионерам пионера ну какая развернута был представитель на международных стартах как так как как-то получилось что ты так долго вот так скажем хорошем смысле задержался в сборной и сейчас насколько мы знаем ты являешься тренером юношеской до до горной до 18 до 18 лет и ну это первый вопрос да как это так получилось что так долго задержался ну я имею ввиду не пропал интерес вообще принципе к этому виду спорта там все таки ну когда спортсмен профессионально занимается он живет можно сказать на сборах на татами там но неважно там татами там если другой вид спорта и чем ты сейчас занимаешься я имею ввиду именно в рязани ты же у нас представитель рязанской школы джидо вот и мы знаем что у тебя там тоже да есть школа своя расскажи немножко вот с первого вопроса ну как бы у меня результат такой на международном уровне взрослый появился довольно таки поздно в 27 лет и только я начал ну первый раз стал на чемпионат европы призером 2014 27 лет не было действительно поздно поэтому как бы результаты особо не было я как бы все время тренировался хотелось оказать какие-то заслуги так скажем с 2006 года под 2014 год и там понятно это на чемпионат россии не ночевать россии ну там я борол там на гран-при там я имею ввиду беру и чемпионат европы и чемпионат мира там на командный есть 0 все равно командный а тут раньше не так не считалось вот не олимпийская дисциплина была тут ну как бы вот 27 лет пошел результат поэтому как бы 2014 года по 2021 год и принципе стабильно но да показывал результаты на международных а скажи пожалуйста вот такой долгий путь было ли ну были ли травмы потому что тут же получается разговор о спортивном долголетии в том числе а спортивное долголетие еще и на таком высоком уровне то есть ты находился в спорте высоких достижений очень много лет люди настолько не могут вообще спортом прозаниматься а ты был на очень серьезным к правильно в конкурентном весе одну операцию делали на мениска все вот в 2017 году феврале месяце травмировался на сборе мне сделали прямо через 5 дней операцию и вот в августе я уже на чемпионат мира боролся ну так быстро остановился так никаких таких серьезных не был травм вопрос секрета это везение или кто-то тебя вот ну может быть твой первый тренер который всегда был с тобой на связи где-то давал там какие-то наставления для того чтобы грамотно как сказать грамотно пройти этот путь другая когда мы там спортом занимаемся тем более юношеские там молодежно вот этот возраст она же ты же ну тренируешься и тренируешься там не думаешь о здоровье знаешь в первую очередь как сохранить не но спортивный может везение какой не за может как бы сосредоточен надо быть всегда на тренировке там то есть высокая концентрация надо много времени уделять внимание это разминки и тогда уже ну вот как он правильно говорит что во первых ну и разминка и второе что ты сказал нас сосредоточиться быть на тренировке режим должен быть не в носу говорят режим поэтому ты там тебя не будет организм сыпаться как говорится скажи еще момент вот как твоя личная жизнь обустраивалась течение всего вот этого времени пока ты был на сборах ты успел пожениться дети там до 2013 году в конце я женился вот сейчас у меня двое детей взгляда тоже ходит а сколько лет девочки 8 дочки а и мальчику 6 вот не надо исполнилось и вот его ребенка на деду ходят на в твой клуб у меня нет клуба я как бы в государственной школе школы за не где я начинал тренировать сам же тренирую там тебя много детей занимается какого возраста в основном ну самый старший 2005 год 17 17 лет 2011 но у меня ребят в группе человек наверное ну кто таких кто показывает результат человек 10 остальные кто ходит то не ходит присутствует кто-то для себя кто-то мама заставляя тебя как ты сейчас оценишь вашу школу в рязанскую потому что ну бывает до подъемы в школу ну там группы может во время в твое время когда ты боролся да там вот я тебя спрашивал это был там панасенко волков ты представителями такими яркими были рязанской школы сейчас вот этот сейчас она на спаде школы или все-таки уже есть какая-то новая волна которая может показать серьезный результат когда мы боролись могут в екатеринбурге был чемпионат россии я выиграл андрей волков в тяжах или в абсолютке там уж вместе было выиграл жена его олеся афичок тоже ну кто же в призерах было там еще влад филина такой раньше боролась пятым был панасенко ну короче мы заняли второе место после в северной осетии рязани 1 все командным зачетом до для наших зрителей сейчас как бы у нас ни одной медали нету на взрослом чемпионате ну а сейчас тоже небольшой спад испытывает несмотря на то у всех так я замечаю что у кого сначала хорошо потом есть небольшой с чем как ты думаешь чем это вообще связано ну не знаю чем с мотивацией у детей пропадает сейчас как бы раньше побольше мотивированы были другие интересы частные другие интересы интересы до компьютера телефона ну но сейчас уже как бы начинаются у нас тоже марина воробьёва есть взрослой сборной девушка до 48 килограмм по юношам девушек тоже у нас меня группе тренируется сборной так будем стараться что больше было часто я извиняюсь тренер твой по поводу правильно все говорю жив-здоров да все хорошо занимается продолжать заниматься даринской деятельностью там же в этой школе то есть вы общаетесь продолжаете работать да только уже в качестве коллеги на коллеги на парнике это приятно еще такой момент много используя используешь ли ты в полной мере весь опыт который ты получил находясь сборной находясь вообще в принципе уже как тренером и есть такой момент мне всегда интересно было писем 50 процентов борьба я так понимаю когда приветство было если вот утром было сложная физическая подготовка то вечером вы боролись там в 50 процентов расскажи немного об этом как это вообще по ощущениям и как давалась эта тренировка я не напутал ничего как дни ну есть такой да ну как бы если тебе идет тяжелого фп и ты будешь бороться ну как бы со всеми зарубаться я большой риск получить роваться вот и как бы для этого сделано чтобы нарабатывать ну то есть так получается то что акцент все-таки вектор был сменен и было у вас достаточно большое количество его фп да и да ну когда акцент на фп то есть вечером нет смысла на барване делать полноценное вот такие вещи ты сейчас используешь например когда ты врезание ну каких-то спортсменов готовить и тренируете ты перенял этот опыт ну конечно по этой системе на работаем сейчас это очень горный юношеская круглая вместо кардио 50 процентов работы ну ты бегал и вот мы про физическую подготовку вот твой тренер каким образом или у вас в школе может заложено вот это общее потому что все с кем бы я не говорил все говорят о твоей сумасшедшей физической подготовки это я убрать матушка природа дала бегал как бы не мне не нравилось бегать но я хорошо всегда бегал вот быстро и на выносливость иметь суду но выносливость не ну там 100 метров ускорения как бы не очень сильно там кроссы всегда хорошо бегал мне как бы это не легко далось просто я терпел и все на силу воли такая на бег никто не любит мне кажется рутина а михаил расскажи немножко пожалуйста о своих родителях отец искал инженером был да а мама экономист как они поддерживали на учебу не этот не ставили акцент больше чтобы ну да нет они как бы всегда на работе были ну как бы не то что там и учись но не следили за твой но следили к я штампа и но не так чтобы никуда не ездили на тренировки не ходили такого не было на соревнования не национально присутствовали например там вырезали мама один раз можно было так не приходили что ты пошел и сам варился в этой каши не так как сейчас да знаешь детей приводят и прямо на неудача с очень много и станет чемпионом много родители принимают участие с одной стороны хорошо с другой плохо на улице роз да нет я как бы всегда у меня школы и на тренировку вечером школе как у тебя были успехи ну получалось совмещать не просто так совмещает там свободно посещение как это там у нас тоже у нас до 9 класса я в обычном классе а потом на спорткласс был с утра шли на тренировку в рязани до рязани даже такие школы были на со спортивными классами с утра на тренировку потом школу и потом сразу опять на тренировку прикольно ну вот в рязани вот я где тренирую в группе у нас тоже они с утра на тренировка всем встают потом до школу ну там на один урок на 2 опаздывают потом серли по бразильской системе ну как надо же выходить на уровень вот так что так вот у тебя оценки успеваясь нормальная была или как у борца нормальная у меня аттестат за 11 класс без троек скажи пожалуйста вот юноши мы поняли ты попал с 3 попытки подожди стоит попытки был к пятым на россии до пятым сборные не поешь и не попал а потом уже по молодежке у тебя пошли когда ты на россию в сборную попал россии вообще в принципе ну вот на второй год по юниором я стал вторым те годы насколько я помню уже начинал наверное и бороться арсен галстян в 60 килограмм и ты наверно был или там 50 до вот став первый год я боролся был шамиль наш такой два брата боролись я ему проиграл а потом как раз мой последний год и мы с арсеном как раз боролись финале 60 килограмм я уступил как раз по и по юношам на первенстве мира выиграл может 89 год я туда давай год уж какой приблизительно какой-то седьмой на наш это два брата близнеца и по получается то что вот уже это молодежь до когда вы с арсеном финале начали бороться или на юниор до 20 да и вот в первые вот моменты когда ты попал уже в мужскую сборную как это произошло что каким-то стал на россии мужскую сборную тут как раз наверное 2008 год был лаградь был чемпионат россии и вот тогда его первым я занял и попал кем финале боролся в финале боролся с по-моему леонтьев такой владимир есть это представитель какого риг москвы спина не помню честно говоря а нет или с клецков мимо рост клецков еще борется леонтьев как сайте сейчас выиграл 5 чемпионат россии по самбо он 86 года самый 70 не помню такого честно он уже тренировал 10 лет но не боролся сейчас выиграл 64 старая школа дает о себе знать но сейчас кстати вот эта тенденция когда уже говорят что те на наш возраст который там 87 89 до 91 года на рождение если кто сохранился более в нормальной форме там подготовиться можно выйти ну там на уровне цифров москвы показать еще результат потому что почему-то все говорят что ну как-то как-то слабее что ли бороться начали там такого нету накалу и поколение у нас было поколение очень такое достаточно конкурентная и там на цфо попробуй пробить я вот из владимирской области и всегда было нелегко я на одном цифра боролся по-моему в 90 килограмм был то ли за выход финал мы с ним то ли за третье место с понасенко а другой был этот капель они и вот два таких знаешь вот попробуй пробей вот я аккуратно пятым стол и все поехал домой согласен с этим мнением миша сейчас поколение младше слабые слабее как бы ему их арену юноши вот за цифровод юноши хорошие потом полу поступают в очень много очень просто отсеивается не остаются юноши там весь по 50 по 60 человек на цифру по юниорам уже там по 30 а по мужикам уже по 15 уже как бы не не остается никто не хватает мотивации дойти до вот они видят к там в сборную не попали по юниорам ну как бы уже думать ну чё это делать пойду работать а как ты думаешь может ли это повлиять ну точнее на это влияет момент то что детей начинают очень рано отдавать сюда в пять лет нам они грубые там уже по юношам если показали даже результат на первенстве россии и через какое-то время если что-то не получается они бы ну все мою спортивную карьеру закончил хотя вот по факту с точки зрения спорта я на и не началась жерда молодилась я не зануд я в 10 лет начал заниматься тосоев вроде вообще в 14 вот сейчас если ты в 14 начнешь я не знаю сейчас уже меня тоже не понимают эту тенденцию она начинает ребенка в 5 лет отдавать 5 лет они могут отдать там будет это называться дзюдо но грамотный тренер будет заниматься физической подготовкой просто я с дочкой ездил на соревнования и и там так прибили я просто посмотрел я уже девочки там восемь лет она уже комбинациям там борется это есть вероятно что странных хорошо а с другой стороны да как она сейчас она потом вырастет скажет за на 2 нас лет скажите она кушалась оставьте меня в покое ну как бы это сплошь и рядом 80 процентов случаев что не больше расскажи пожалуйста вот такие какие на твоем пути были трудности вот то что ты узнаешь может быть даже был момент когда ты думаешь ну все надо короче завязывать со спортом потом у тебя какая-то внутренняя мотивация появляется и ты думаешь не пойду газовать дальше в этом по этой дороге много раз хотелось когда тренируешься тренируешься результаты нету то руки иногда опускаются потом посидишь подумаешь нож как то любимое дело и думаешь надо еще чуть потерпеть должно получиться чем-то ты еще умеешь чем-то другим заниматься все какие-то делу помимо спорта или дзюдо это дело всей жизни ну да всю жизнь дзюдо так по образованию у нас педагог получается да тренер-преподаватель на рязанскую школу школу извините туда педагогически куда-то заканчивал ты скажи пожалуйста вот 300 сколько там 360 дней в году или сколько вообще сборы 300 я так знаешь всегда с преувеличением говорю ну по сути же жил ты на сборах очень много лет вот эта обстановка тебя не напрягала в плане того что хочется домой хочется но элементарно там уже к семье которая появилась как это вообще с этим ты был как бы вот когда я уже завершил спортивную карьеру мне я может быть физически было нормально психологически я так устал истощен туда и я думаю что ну как бы из-за этого ну тяжело когда у тебя семья дом дети там вот они уже когда приезжаешь домой эти они узнали ну как бы так все время с мамой тебя так особо не признают растут без тебя до глаза у тебя сейчас горят вообще в работе только честно честно да как бы хочется я как бы нету там олимпийской медали вот и хочется чтобы кто-то из учеников а сейчас можешь какой-нибудь регион выделить я имею до ребят которые вот сейчас сборной показывают ну пока хотя бы до 18 лет где ты являешься тренером какой регион краснодарский край скидра и то опция до новый ребят санкт-петербург ну как бы из всех регионов а еще нет такого чтоб какой-то один регион так вот сейчас ровненько и со всех регионов кавказ больше не выделяется в плане того то что выделяется но как немного их то есть туда тоже гаджет пришли всех выровняли до в этом плане по одному по два человек чтобы там было вот прям много никого с питер много в народу но это как-то вот допустим за пятер шаг за москву это ребята спортсмены которые из регион нет прям их и молодые ребят и у них лора выход за это уже значит они правильную работу на проводишь у них молодежь показывает результаты вот сам ты сейчас тренируешься поддерживаешь форму или ты просто повесил сейчас ездили на семинар проходили обучение тренерскому делу и по две тренировки в день по три часа было и поставить на ковре работали да да но тебе как комфортно выходить на ковер сейчас ну нет такого что вот знаешь не хочется самому двери нормально хорошо по поводу сборной скажи может с кем тебе как у вас вообще взаимоотношения были в именно в своей весовой категории с кем ты находился это конкуренция вот например когда мы разговаривали с сыном по моему они там мирлан башаевым очень хороших таких дружеских отношений тоже у нас не хорошо что получилось да как бы не было никаких там чтобы мы там мир я знаю есть там кто-то не разговаривает там и все у нас все нормально и сейчас хорошо общаемся все хорошо что получилось а каким образом вот это тебя наставлял потому что ну так же мы сравним уже у нас есть такой бэкграунд в плане опыта общения с ребятами там кто в сборной был там спонсором мы разговаривали вот то успел поработать очень да 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 и он говорит вот у него был момент он то есть он их назвал там говорит вы как ламборджини то есть быстро начинаете но у вас бензин заканчивается и он проводил определенную работу с ними на для того чтобы их хватало на всю дистанцию чтобы как-то вот они боролись в твоем случае какие он наставления какие может советую что он привнес в твой вообще режим в твою как сказать в твою борьбу что у меня тоже вот проблем было да то он пришел у меня как бы тоже вроде бегал хорошо вроде как боевета а в борьбе как быстро очень что как бы много подворачивался очень и за счет этого быстро у меня как дела и до тебя дыхание ну просто выкладывался там постоянно подворачиваешь подворачиваешься и наконец хватки я уже не хватало вот он сказал начинаешь дышать ты не мог или или что или просто заканчивая интересно какого надо сразу там с места в карьер прыгать начни потихоньку разве да а какому нужно полностью раз ну как ворву об изложить тебя на всю на весь поединок чтобы тебе хватило не чтоб ты вначале выложился в конце ползал интересно именно его ну как он тебе разложил это как он объяснил выходишь там первую минуту работу на захватах или как вообще ну да ну выходишь там первая минута там начинаешь как бы на захватах борешься там разве от партнер до партнеры если он тебя примерно говорит если ниже уровнем на первой минуте ты можешь у слабого упасть потому что он может подвернуться а на 2 минут на третью он уже как бы выговор тренируетесь постоянно трещат 300 дней на сборах у вас высокий уровень и вы как бы на 2 на 3 минут партнеру станет а ты уже как бы можно счет этого его переграть такой профессиональный вопрос хочу задать зрителям и слушателям тоже возможно интересно будет до соревнования ну до таких международных таких серьезных больших стартов ты как себя лучше чувствуешь когда ты там но день-два может отдыхаешь или наоборот прямо на самом пике подходе к соревнованиям это же имеет значение у каждого по-разному тут отводка чей да 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 может еще неделю там просто растягиваться там сделал там разминку по растягивался и он выходит голодным а кто-то ну прям сразу выгодится со сборов у нас такой пример не но вот как отцу у нас делал там ты себя как больше чувствовал как тебе было легче и лучше когда ты какая-то пауза определенная до старта и но у нас обычно до перед соревнованиями за день нет за непосредственно перед соревнованиями после описание вечер была разминка а за день до этого был отдых целый день то есть не удивить индивидуально все проходило вот под вот этот до план что он был общий раз день не было каждого свой или вот вот в этом направлении было раздуну вернее общем был да да и но если там устал и как бы там вообще ничего не можешь делать вот и как бы подойдешь скажешь там вообще сил нету я думаю что даст отдохнуть а так как бы ну все одного правила продерживаться из корабля на балл сразу энергии силы по поводу питания мы там так поняли то что ты питался там никаких сказать никакого особой диеты у тебя там не было не вели там или в сборной все равно я так понимаю сотом для каждого подбирал какую культуру питания проблема были там очень большой вес там кто не может удержать вес тогда он конечно там расписывал как правильно там сколько есть там у меня так в основном ничего не было сам справлялся отлично и такой пиковый момент когда ты решил с чем был уже связано что все хорошие заканчивается спортивной карьеры и переходить в тренерскую деятельность или ты не думал о тренерской деятельности тебе тоже так же как с батразом катмазом да у него было то что это его позвал сборную канал сказал что хочет уйти из спорта как то вообще завершение карьеры произошло проиграл на чемпионате европы вот в каком году это был 21 вот а где проходила европа португалия вот был кстати готов на хорошо ну уже все соки были выжаты и в какой сватке вылетел в первые не больше не решил что так представители сборной россии так и выезжать не должна хатуриста ну как бы на самом деле давно об этом уже подумал там в двадцатом году вот все все говорили давай давай подожди подожди а чего ждать потерпи еще там сейчас можешь сейчас как там как бы олимпиада была в двадцатом году она ее перенесли вот и как бы можно конечно был там это ну как бы я себя адекватно оценивал и как бы если ты на первенстве европы начать европу в одну встречу то какая тут о чем можно говорить и как бы посоветовал социацию он говорит если как бы ты чувствуешь что все уже то как было смысла нету но тем не менее знаешь три финала чемпионата мира 66 килограмм в таком весе но у нас по моему таких результатов особо с учетом того что вот сейчас одна из нашего разговора я понимаю что ты был ну таким большим пахарем и тебе ничего не давалось легко если ты там первый результат такой 27 лет показал да там весомый скажи пожалуйста с какими мыслями ты до 27 лет вот так вот знаешь упорно терпел терпел тренировался и потом ты как это называется до пробить вот эту точку и ты пошел вот вперед показывать результат с каждым годом как бы все равно там результат чуть увеличился я не то что на месте стоял как бы там оптом то есть ты видел прогресс когда туда это еще раз мотивирует попал взрослую сборную там 2009 там честно говоря не помню там может в тбилиси там на турнире третьем столы ну и как бы там в одиннадцатом там это в этом в голландии выиграл гран-при ну так потихонечку как бы результат был такого чтобы медали с официальных стартов не было вот если вообще ничего не было там может быть раньше а если бы раньше как вот мы недавно говорили если бы раньше начал я миду результат такие показывать то может быть до 27 даже и мы не боролся понимаешь да ну сказал бы я наелся все опять таки живут это это уникальность в том что высокий уровень мотивации его знаешь вот я думаю у тебя еще наверно ты одарен ну понятно у тебя много там каких-то качеств есть которые не свойственны человеку да там обычному потому что ты уже так долго был на высоком уровне но я думаю тут центральная одаренность плане центральной нервной системы психологически устойчивость потому что ну я не думаю что каждый получается по возрасту до скольки лет ты доборолся уже вот сколько тебе было когда ты закончил 34 34 года вот нам сейчас но мне 34 года он только закончил бороться это ну для мухача это да это возраст уже для спорта как обычно до тяжеловесы вроде они могут они подольше находятся спорте как тебе вообще кстати вот момент такой постоянно же кровь обновлялась ну так условно приходили новые твои конкуренты в 66 насколько это тебя мотивировало что постоянно конечно да все них постоянно держали что молодые приходят проявить все хотят тебе тоже надо соответствовать ты для них был как красная тряпка кто тебе из таких вот молодых запомнился с которым тебе было неприятнее всего бороться может он еще до сих пор сборной задержался борется кто-то выделять не будем как бы одного не зовешь другая видеть так что со всеми все молодые кто попадают сборную всех ну как бы ну да там просто тогда не попадают ни первый ни второй ни третий номер это как это знаешь царь горы начинаешь за это бороться скажи пожалуйста чтобы вот ты бы наверное пожелал бы нашим телезрителям у нас получается и растущие поколения да именно там юноши молодежь все смотрят нас там взрослые очень много те кто вообще ушли из спорта моим знаешь деда еще у них есть в жизни какая-то часть да они интересуются и вот много у нас такой обратной связи там пишут говорят чтобы мы снимались не останавливали и хотелось бы от тебя такое знаешь вот пожелание наверное молодым спортсменам так как тебе есть что сказать в плане того что то чтобы они были мотивированы долгое время в целом чтобы ты нашим зрителям пожелал для молодым спортсменам пожелал бы ставить цели перед собой ты добиваться их может и не всегда сразу будет получаться но если ты будешь как бы стараться тренироваться и знать что там вот моя цель такая то вот попасть сборной например и я думаю что обязательно получится это если очень этого сильно хотеть ну вот коротко и ясно все михаил хотим сказать тебе большое спасибо от нас от наших зрителей и слушателей что ты выделил нам сегодня время мы знаем что ты прямо самолета сразу к нам и сейчас дальше поедешь домой на рязань поэтому тебе огромное спасибо очень было интересно с тобой пообщаться для наших зрителей и слушателей это было информативно полезно вот и надеюсь что мы еще скоро с вами с тобой увидимся спасибо тебе большое вам спасибо большое еще я хочу добавить вам да красиво деле один момент хочу добавить знаешь вот к михаилу подходит вот эта поговорка которая аликах палатович сказал да нет больше таланта чем трудолюбие вот мы понимаем то что ты действительно такой трудолюбивый спортсмен было сейчас как тренер уже будешь таким же настойчивым вот мы тебе также желаем до здоровья чтобы ты поддерживал себя также в физической форме и все твои воспитанники что показывали результаты которых ты вот будешь перед ними ставить там а именно олимпийское золото то что тебе не удалось победить пусть они выиграют я буду стараться дополнительности вы самое лучшее вознаграждение друзья также мы вам напоминаем что нужно подписаться на нас поставить лайк не ради нашего счастья ради того чтобы это видео больше распространялось чтобы многие увидели любители дюдо и мы продвигали наш вид спорта в том числе всем спасибо до новых встреч а мы с вами были на канале хаджиме всем хаджиме смотрите нас до новых встреч всего доброго хаджиме